Друзья, всем привет! Вы на канале Kennedy Insights. Сегодняшнее видео будет посвящено непорядочным автомеханикам. Как вас могут обмануть в Канаде на моем примере. Я считаю, что мне механик кое-что не договаривал. Он меня обманул, как минимум. Я вам расскажу свою историю, что же произошло, что я обнаружил в своем автомобиле, из-за чего, в принципе, я делаю это видео. Хочу напомнить, что комментарии свободны. Пожалуйста, пишите комментарии, что вы считаете, правильно поступил механик, неправильно поступил механик, или это вообще в порядке вещей, такие вещи делать. В общем, что вы считаете нужным, то и напишите в комментарии. Хочу напомнить, кто не подписался на канал Kennedy Insights, пожалуйста, подпишитесь, получайте свежую информацию, свежие новости прямо из Канады. Поехали! Друзья, примерно началось неделю назад. Я убираю машину, думаю, дай залезу, посмотрю жидкости. Там масло, тормозную жидкость, уровни просто посмотрю. Думаю, что здесь такого можно посмотреть, потому что машина уже прошла чуть более 5000 километров с момента последней замены масла. Кстати говоря, кто не посмотрел видео, когда я менял последний раз масло, пожалуйста, посмотрите, я заменил масло в двигателе и масло в коробке передач. Очень интересный выпуск, кстати, получился. Проверяю, проверяю, смотрю масло. Достаю щуп и смотрю, что масло на щупе темнее, чем обычно. Машина проехала 5500 километров примерно, но масло достаточно темное для 5500 километров, для хорошей синтетики. Я такой, ну, в общем, как-то что-то здесь не то, да, потому что все просто разы я менял масло у частного механика. Я не ездил в дилершип. Кстати говоря, я все это показывал, все видео можете посмотреть у меня на канале. И масло я менял примерно 8500 километров, даже 9500, по-моему, в последний раз было. И масло было в 2 или в 3 раза чище, чем сейчас на 5500. Я задался вопросом, что случилось, почему масло, которое я привез механику, оно потемнело, так резко потемнело за 5000, но не должно. Это как будто пробег реально уже как будто там 10-12 тысяч, а езжу я трасса-город 50 на 50. По пробегу все тоже осталось, то, что и было раньше. Вот, друзья, пробег 13848 километров. Так, достаю щуп, да, масло вот такого цвета. Не совсем оно черненькое, но, опять же, такое потемневшее, да, то есть разницу вы сейчас с маслом, которое 9000, которое я заправлял раньше, сейчас вы увидите. 9000 километров, во что превратилось масло двигателя. Ну, масло нормального цвета, такого, знаете, янтарного за 9000. Как видите, ничего особо не произошло. В этот раз я не буду пользоваться маслом, которое заливает мне механик. Так, я поеду и привезу свое масло. Сейчас покажу, какое масло я купил. В этот раз я купил масло Mobil 1 Advanced Fuel Economy 0V20. Это то, что, в общем, нужно заливать в этот двигатель. И по случайному стечению обстоятельств со мной работает сотрудник, который раньше, 12 лет назад, занимался, ну, он был механиком и занимался ремонтом автомобилей. И я ему говорю, слушай, такая ситуация, я мог на паленое масло нарваться в магазин Кинодентарь, я его покупал? Он говорит, нет, скорее всего, нет, потому что Кинодентарь очень проверяет очень качественно свою продукцию, то есть там паленку купить навряд ли. И, говорит, первый вопрос, который он задал мне, говорит, Алекс, скажи мне, пожалуйста, как ты обслуживаешь машину? Я говорю, я езжу в Loop Shop. Он такой кивает, говорит, все понятно, и улыбается. Я такой, что ты улыбаешься, что такое? Напомню, что такое Loop Shop вообще в Канаде, да? Этих мест очень много. Это места быстрой замены масла. Ты туда заезжаешь, можешь даже из машины не выходить, тебе меняют масло, фильтр, вот, и 10-15 минут ты свободен. Подкачивают колеса, там проверяют жидкости, доливают, если что-то необходимо, и ты плачешь денежку и уезжаешь. Опять же, это удобство, это быстрота, это дешевизна. Средняя замена масла стоит, синтетика, где-то 80-85 долларов на Онтарио, на Торонто. Вот, ну, мне вот мой товарищ говорит, слушай, говорит, все понятно. Говорит, тебе 99,999% тебе, механик тот, к которому ты ездил, заливал низкокачественное масло, масло с меньшим количеством присадок. Ты залил более улучшенное масло, и, ну, с более улучшенными присадками, и у тебя вот эти новые присадки, они вымыли все, что там скапливалось на протяжении, вот, двух-трех лет, когда ты обслуживал машину у того механика. К этому механику, говорит, больше не езди, пожалуйста, потому что он заливает низкокачественное масло. Вообще, говорит, я тебе историю расскажу. Он начинал свою работу, прежде чем работать в дилершипе, он проходил, называется, apprentice, это как учеником был. Несколько лет работал именно в таких же люп-шопах, люп-шопах называется, на станции быстрого обслуживания. Он говорит, во-первых, там, вот, когда ты только начинаешь, тебя туда отправляют, грубо говоря, да, стажироваться. Там лицензии никакой не надо, все, кто там тебе меняет масло, они все без лицензии, им платят минимальную зарплату, ну, может, чуть больше минимальной, особо не стараются. Во-первых. Во-вторых, все владельцы вот этих люп-шопов, они экономят на материалах, то есть они используют дешевые фильтра, используют дешевое масло, говорят, и вполне возможно, тебе даже заливали масло не той спецификации. Кстати говоря, я помню, я делал видео, и мне под видео кто-то говорит, слушай, он там, у тебя видео, он там через кранчик набирает масло. Я говорю, ну да, через кранчик набирает, пишет в документах, говорю, то, что 0В20, говорю, наверное, 0В20, я ему верю, да. Вот. И потом мне мои подписчики написали, не-не-не, не доверяй, перевози свое масло. Ну, вот что выяснилось, друзья. Масло, которое заливал мне механик, оно низкокачественное. И вот мой товарищ тоже говорит, то, что они там часто льют себе, мы могли там 5В30 или 10В40 залить. Говорит, ты разницу не почувствуешь вообще никакую, то есть машина будет ездить, как ездила, да. Но вот такие проблемы случаются. Говорит, самое лучшее, это либо ты привозишь, как вот ты в прошлый раз делал, ты молодец, привез свое масло, они тебя поменяли. Или ездить к дилеру. Говорит, у него такая же Toyota, у него, вернее, Camry, у меня Corolla, у него Camry 2016 года. Он говорит, я ей вообще не парюсь с заменой масла. Говорит, езжу к дилеру, 120 долларов это стоит, они тебя посмотрят. Это не 80, а 120. Да, это будет на 50% там дороже, но 100% тебе не будут заливать низкокачественное масло. Будут заливать то, что рекомендовано заводам-изготовителям. Масла у Toyota хорошие, с нужными присадками. В общем, такой проблемы у тебя больше не возникнет. Вот, так что, друзья, я сделал такой вывод, что теперь буду масло менять только у дилера. Сам не буду никуда ездить. И, в общем, проще немножко переплатить, чем попасть вот в такую неприятную ситуацию и думать вот про ребят, теперь у меня очень плохие к ним, ну, так сказать, настроение испортилось, больше навряд ли я их увижу просто-напросто. Я поспрашивал у моего товарища, я говорю, что можно сделать против них вообще, какое-нибудь там уголовное дело, либо что-то. Он говорит, слушай, говорит, скорее всего, тебе заливали синтетику. У них тысячу отговорок будет потом в суде, чтобы сказать, мы ошиблись, да, не с того кранчика налили, ну и так далее. Он говорит, по сути, твоя машина не сломалась, твоя машина ездит, претензий ноль абсолютно. То есть, никто даже в суде не будет это рассматривать. Если бы машина сломалась, то была бы экспертиза, если бы на экспертизе доказалось, что это из-за масла, то была бы экспертиза, какое масло, и там уже можно было какие-то ниточки подергать. Сейчас, говорит, самый лучший вариант забыть про это все, как страшный сон, и начать все с нового листа. Так что, друзья, я хотел тем самым донести свою историю, да, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете, порядочно, непорядочно. Правильно я делаю то, что теперь буду ездить к официальному дилеру только на замену масла. Ну и своим примером и хочу у вас предостеречь то, что Канада не идеальная страна, и такие накладки тоже случаются. Всем хорошего настроения. Пока.